Жорж Бор Гертан Книга вторая Инициация Глава первая Мы сидели в каюте с криобоксами и молчали. Я не знал, почему напарник так отреагировал на мое признание, а он не спешил объяснять. Слова прозвучали, и Тавль замкнулся в себе. Я еще немного постоял возле капсулы с замороженным представителем корпорации, а потом подошел и сел рядом с компаньоном, который все так же пялился в потолок. Наконец, молчание стало невыносимым, и я не выдержал. То, что я Гертан, ничего не меняет, тихо сказал я. Я почти ничего не знаю об окружающем мире и не могу быть такой уж важной целью. Ты действительно слишком многого не знаешь, мой странный друг, в тон мне ответил человек. Император исчез больше тридцати лет назад. Это происходит каждые пятьсот лет и длится каждый раз по-разному. Куда он уходит и зачем, никто не знает. Империей сейчас, как и всегда, в таких случаях управляет регент. Он не имеет отношения к роду Гертамов. Просто наемный работник, только очень высокого полета. Но ведь император всегда возвращался, насколько я понимаю. Это так. Но в этот период все живут в страхе, что с ним что-то случится, и трон опустеет. Достойные чувства верных подданных, усмехнулся я, но Тавль меня не поддержал. Ты не понимаешь, снова сказал он, качая головой. Трон может занять только инициированный Гертан. А кто вы и откуда приходите, никто не знает. Если с императором что-то случится, то... Он опять покачал головой. Слушай, я не так давно в мире... Я хотел сказать двуногих, но вовремя остановился и поправился. В большом мире, но с понятием бюрократии уже столкнулся. Почему нельзя внести запись о своем происхождении в нужные документы и спокойно занять трон? Потому что этого недостаточно, воскрикнул Тавль. Потому что все производство империи завязано на ген твоего рода, и все может рухнуть в одночасье. Если его сменить, то в лучшем случае все просто перестанет работать. Да это бред, не поверил я. Как жизнь мириадов разумных по всей огромной галактике может зависеть от одного существа? А если он отравится? Или с балкона упадет? Да мало ли что может случиться? «Жестянка, дай справку по роленготам нашему недоверчивому синекожему другу!» Вместо ответа сказал человек и снова уставился в потолок. 7546 стандартных лет назад первый император добыл устройства, позднее ставшие известными как роленготы. Почти мгновенно откликнул из Шинока. Ее голос заполнил помещение. С этого момента началось победоносное становление империи на просторах галактики. Изначально было 38 устройств, но 7 уже утеряны или уничтожены за прошедшие тысячелетия. Я удивленно замер, впитывая новые данные. Устройство модифицирует довольно редко встречающийся минерал в универсальное вещество, использующееся при создании межпространственных двигателей и в качестве топлива к ним же. Продолжала выдавать информацию система корабля. «Аналогов веществу за все время использования не найдено. Принцип работы роленготов неизвестен. При попытке разобрать самоуничтожаются. При попытке переместить без ведома императора самоуничтожаются. При попытке сменить управляющий контур перестают работать». Шинока замолчала. Последние ее фразы меня окончательно добили. Я сидел и уже совсем ничего не понимал в происходящем. «Теперь понимаешь?» Спросил у меня Тавль. А я лишь помотал головой. Человек вздохнул и принялся объяснять. «Если император погибнет, то все роленготы выйдут из строя, и общество откатится на многие тысячелетия назад. Связь между мирами исчезнет, потому что каждый перелет будет занимать не пару недель, а несколько десятков лет. Многие планеты просто вымрут, потому что полностью зависят от поставок продовольствия». «Хреново дело», — только и смог сказать я. «То-то и оно, мой несведущий друг», — кивнул Тавль. «А теперь представь, что внезапно появляется какой-то непонятный шонг, который может взять управление всей этой системой на себя. Ты реально все еще думаешь, что твоя персона ничего не значит в текущих раскладах?» «Хурк, с такой точки зрения я ситуацию не рассматривал», — честно ответил я. «Стала понятна причина охоты за нами. Заполучить карманного императора — это ли не грандиозная цель для огромной корпорации?» «Вот и получается, что всем ты нужен и для всех важен», — сказал человек. «И кое-кто преуспел в твоих поисках больше других». «Это все замечательно», — сказал я. «Но я не был в курсе дел на момент заключения сделки с Интронидис». «Понимаю, что их это не особо интересует, но нам-то что дальше делать?» «Не знаю», — ответил напарник. «Скоро мы прибудем в дуат и узнаем все на месте. Понятно одно, на первоначальных этапах придется сотрудничать беспрекословно. Это будет зависеть от их требований», — начал я, но на лице компаньона мелькнула кривая усмешка, и я прервался. «Ты плохо слушал майора, мой невнимательный друг», — произнес человек. «Участие в исследованиях — вот их основные требования. И я уверен, в этом безопасник не врал. В твоем случае, в качестве подопытного. Бояться особо нечего. На запчасти тебя не разберут, потому что найти еще одного гертама — шанс исчезающий мал. Но тестов будет масса. В этом будь уверен». «Хм...» — я задумался. Сознание царапало какое-то несоответствие, и я никак не мог понять, что мне не нравится в словах компаньона. Я крутил их и так, и эдак, пока не понял, что он говорит только обо мне. «А с тобой что будет?» «А я им не нужен», — грустно улыбнулся Тавль. «Но и отпустить меня они не могут. Слишком важной информацией я обладаю. Так что вариантов всего два. Или меня пустят в расход и пристрелят в тихом уголке, или будут держать в качестве заложника, чтобы иметь возможность надавить на тебя в нужный момент. Причем я склоняюсь к первому варианту. По крайней мере, я бы так и сделал на их месте». «А если я потребую твоего постоянного присутствия рядом со мной на всех этапах?» — предложил я. «Насколько им важна моя лояльность для исследований?» «Не знаю», — задумчиво сказал человек. «Я понял, что он увидел в моем предложении свой шанс. Но на твое согласие точно обратят внимание». «Может получиться». «Тогда берем за основу этот вариант», — сказал я, поднялся и протянул Тавлю руку. «Прорвемся, партнер. Они еще не знают, с кем связались». «Боюсь, что они-то как раз знают», — ответил человек, хватаясь за мою конечность и рывком поднимаясь с пола. «Но ты прав, Шонг. Еще побарахтаемся». Мы покинули каюту и разошлись в разных направлениях. Компаньон ушел в рубку, а я направился в зал для медитаций. Больше за время перелета мы не встречались. Я пару раз видел человека издалека, но хватало дежурного приветствия, и мы снова разбегались по углам. Большую часть времени я провел в пещере для медитации. Называть это место иначе мне не хотелось. Набрав с собой рационов, я приказал Шинока заблокировать дверь и занялся изучением своего тела. Еды было маловато, поэтому возможности провести много экспериментов не было, но на основные должно хватить. Часто во время боя важна каждая секунда, а я до сих пор так и не разобрался с процессом трансформации. Вместе с пайками я притащил с собой большой хронометр, который висел в моей каюте. Никаких посторонних предметов в пещере не было, поэтому я выбрал место в углу и разложил там свое имущество, включая одежду. Я засек время и сосредоточился на основной форме. Устоять на ногах, как, впрочем, и всегда, мне не удалось, и я упал на песок. Жестокая судорога свела все мышцы, и мой полный боли крик перерос в яростное рычание. Придя в себя, я первым делом посмотрел на хронометр. Прошло всего три минуты, а не час или больше, как казалось затуманенному болью разуму. Мощь родного тела распирала меня изнутри, и я несколько минут носился по пещере, вздымая лапами облака песка. Жизнь в теле двуногого ужасна. Каждый раз, возвращаясь в тело гертама, я радовался, как щенок. Мое сознание стало гибким и обходило неприятные моменты пребывания в теле шонга, но сейчас... Сейчас я наслаждался каждой минутой. Я бегал и прыгал, а когда устал, то просто развалился на песке. Сейчас мне не нужно было спасаться или выслеживать добычу, и это было прекрасно. В этот день я не стал ничего делать, просто наслаждался своим телом. Утром я съел один из пайков и приступил к намеченным исследованиям. Узнал много нового о своих возможностях и был крайне доволен собой. Оказалось, что частичная трансформация возможна и в теле гертама. Это очень пригодилось мне при распаковывании пайка. Снимать обертку руками шонга было гораздо удобнее. В один из следующих дней мне приснился странный сон. Нащупать состояние единения за все время мне так и не удалось, и этот сон был единственным заметным событием. Я бежал. На пределе сил и возможностей. Под ногами мелькал красный песок и редкие камни. Погоня была близко, и я отчетливо понимал, что мне не уйти. На пути не было никаких укрытий, только ровная, как стол, красная пустыня. Я чувствовал приближение охотников каждой чешуйкой своей кожи, но увеличить скорость уже не мог. Теряя остатки сил, я еще немного ускорился, но предательский острый камень рассек лапу, и я покатился по песку в облаке красноватой пыли. Я понял, что дальше бежать не смогу, и осталось только достойно встретить смерть. Моя попытка подняться была погашена чудовищным давлением на все лапы. Я распластался на земле, как раздавленный вурком сельд. Все, на что хватило моих сил, это вывернуть шею и посмотреть в глаза своему убийце. Это было моей ошибкой. Ужас затопил сознание. Охотникам оказалась непонятная полупрозрачная тварь. Сквозь ее призрачное оранжевое тело просвечивал унылый пейзаж равнины. Существо прижимало мои лапы к земле длинными щупальцами, множество которых оставалось свободными и беспорядочно трепыхалось в воздухе, видя бездонную пасть, приближающуюся к моей шее, я не выдержал и закрыл глаза в ожидании неминуемой смерти. «Мы устали ждать», — прошипела тварь в моем сознании. «Открой путь, и останешься жить». Хватка ослабла, и я рывком пришел в себя. Пытаясь унять судорожное дыхание, смотрелся по сторонам. Песок вокруг был раскидан до самого пола, на котором остались стыды от моих когтей. Видимо, тело пыталось спастись от страшного сна в реальности. В пещере висел тяжелый запах страха и смерти. Желание оставаться здесь на весь остаток полета мгновенно исчезло. Я сменил форму, не забыв, правда, отметить время изменения. Оно оказалось на 30 секунд меньше, чем трансформа Гертама, и покинул зал для медитаций. Больше я туда приходить не хотел, и остаток перелета провел, слоняясь по кораблю. Долгожданное сообщение застало меня в ангаре. Я как раз вылез из-под своего снапа после мелкого ремонта маневровых двигателей. «Через 15 минут выходим в обычное пространство системы Дуат», — сообщила Шинока и отключилась. «Ну, наконец-то», — буркнул я и, вытерев руки, поспешил в рубку. У меня сложилось впечатление, что Тавль за все время полета так и не покидал свое кресло, хотя я точно помнил, что пару раз видел его в коридорах корабля. «Привет», — сказал я с порога. «И тебе не хворать», — непонятно ответил человек, не отвлекаясь от приборов. «Может, разморозим дико?» — предложил я. «Все-таки он наш проводник?» «Не спеши», — ответил Тавль. «Думаю, что нас и так встретят с распростертыми объятиями». Хоак убрал коммуникатор и откинулся в кресты. Решение лично связаться со старейшим тяжело далось гвардейцу. Разговор не был особенно продолжительным, но человек чувствовал сильное моральное истощение. Глупые мысли, недостойные члена Прайда, бродили в голове Хоака. Зачем он позвонил вожаку? Почему не сообщил всю информацию старшему? Ответ был просто очевиден, но признать его верным даже в мыслях стоило огромных усилий. Стая едина, и никто не в силах предать. Понимание этой простой истины все успокаивало Клыка и помогало двигаться вперед, даже в самых тяжелых ситуациях, которых за пять веков его жизни было немало. Почему тогда он не верит старшему? Почему сомневается? Дело в тревоге на станции связи сигнала, который старший погасил. Или в том, что Хоак перестал ощущать эмоции старшего? Много маленьких моментов сплелись в разуме гвардейца в четкую картину. Старшему нельзя верить. Эта мысль ломала весь мир вокруг человека. Совсем недавно она заставляла его метаться по каюте и искать другое решение, но найти его Хоак так и не смог. Несмотря на все свои подозрения, признаться старейшему в своих мыслях гвардеец так и не решился. Пока не будет конкретных фактов, эта информация не будет озвучена. Приняв для себя окончательное решение, Клык тряхнул головой и переключился на новую задачу. Каждое действие имеет свои последствия. Звонок вожаку вывел его в ближний круг. В этот раз уйти от повышения не удалось, и теперь Хоак должен принять всю полноту ответственности за новое назначение. Первоочередной задачей был поиск молодого пожирателя. Очень жаль, что капитан Шур не сумел первым добраться до него, и цель попала в цепкие лапы корпорации. Хоак многое знал о крупнейших компаниях галактики и намерен был своими знаниями воспользоваться. Борьба с торговцами выходила на новый уровень, и он теперь мог действовать более свободно. Далее по списку шел пропавший Таал. Кто мог решиться на подобное безумие, гвардейц не хотел даже предполагать. Учитывая, что о существовании вещества знали только среди гвардейцев, вариантов было немного. И это снова возвращало Хоака к мыслям о старшем. Сектор ответственности вожак для гвардейца еще не определил. А значит, можно надеяться, что его повышение временное и сосредоточится на основных задачах. Пожиратель ушел в Дуат, и это было крайне неприятно. Штурмовать центральную систему Интронидис не имело смысла. Вернее, в распоряжении Клыка не было достаточных сил для безоговорочной победы при штурме. Интерес корпорации к наследию изначальных давно известен в гвардии. Но до текущей ситуации в распоряжении торговцев были лишь отрывочные данные. Если учесть, что вся техника Гертамов завязана на ДНК, то теперь все резко изменилось. Несмышленый пожиратель может, сам того не ведая, дать жадным хургам торговли ключи от сети Роленготов и станций связи. Что в такой ситуации может произойти, страшно даже представить. Раскол империи будет меньший из проблем Прайда. Защита юного Гертама станет важнейшим приоритетом корпорации. Значит, они приложат максимум усилий для повышения своих шансов. Хоак был уверен, что прямо сейчас в гиперпространстве идут в дуат все свободные силы Интронидис. Значит, какие-то направления будут ослаблены и нужно лишь правильно выбрать цель для первого удара. Хоак встал и начал мирить шагами свою каюту, рассуждая вслух. «Зачем корпорации пожиратель? Чтобы получить доступ к наследию изначальных?» Сам себе ответил гвардеец. «А что они знают об этом на стыдии?» «Неизвестно, но первое, что приходит в голову, это то, чем они пользуются постоянно. То, без чего их корпорация не сможет существовать. Роленготы». Самому Хоаку не раз предлагали астрономические суммы за информацию об этих устройствах. Принцип работы Роленготов оставался для всех разумных тайной за семью печатями, и корпорации не оставляли попыток получить эти данные, скрупулезно собирая каждую крупицу доступной информации. Теперь же, когда в распоряжении Интронидис появился живой Гертам, они стали как никогда близки к своей цели. В Дуаде есть Роленгот, и на месте торговцев гвардеец первым делом отправил бы пожирателя к нему. Сверившись с графиком проверок, Хоак узнал, что по таинственным и непонятным причинам инспекция на конденсатор в системе Дуад откладывалась уже дважды, что является прямым нарушением воли Императора. Нельзя исключать факт того, что в руки Интронидис попадут образцы Таала, а этого категорически нельзя допускать. Влияние вещества на тела двуногих может вызвать бурю по всей галактике, и жителям Империи будет плевать на все слова Метрополии. Повторный просмотр графика определил цель атаки для сил Империи. Раз штурмовать Дуад сейчас невозможно, то нужно нанести удар по самому уязвимому месту корпорации. Достав коммуникатор, Хоак принялся рассылать сообщения. Среди адресатов оказался и капитан Шур. Гвардеец собирал ударный кулак для нападения на мягкое подбрюшье торговцев. Глава вторая. Выход в обычное пространство, сообщила Шинока, и мониторы заработали в штатном режиме. «Ого!» — воскрикнул я. «Да, в центральной системе Интронидис действительно есть на что посмотреть», — подтвердил напарник. На экране виднелись несколько планет, опутанных непонятными конструкциями. Несмотря на расстояние, их было неплохо видно, но я увеличил изображение и издал еще несколько потрясенных возгласов. Гигантские металлические строения закрывали планеты как настоящая броня. Поверхность лишь кое-где проглядывала сквозь переплетение их частей. Похоже, что солнечный свет был на поверхности штаб-квартиры Интронидис редким гостем. Помимо этого, в космосе располагалось множество баз и платформ неизвестного назначения. И между всеми этими объектами в огромном количестве сновал разнообразный транспорт. От огромных сухогрузов до крошечных яхт. А ринга сразу показалась мне безлюдной пустошью по сравнению с местным изобилием. Подобного не было даже в Киесе, который я считал до этого момента очень развитым миром. Здесь яблоку негде упасть. Видимо, компаньон тоже был удивлен местным изобилием. Похоже, корпорация стягивает силы. Мои размышления были прерваны самым бесцеремонным образом. «На связи силы безопасности корпорации Интронидис», — прозвучала из системы связи. Я посмотрел на радар и увидел, что к нам быстро приближаются три крупных корабля в сопровождении нескольких звеньев истребителей. «Требуем покинуть систему. В случае отказа или неоправданной задержки будет открыт огонь на поражение». «В этот раз ты оказался прав, мой предусмотрительный друг», — воскрикнул напарник. «Бегом за безопасником, иначе нам крышка». Я сразу рванул за диком, а напарник схватил переговорное устройство. «На связи борт 7-6-7-7-1-3-Жестянка», — зачастил Таваль. Что он говорил дальше, я уже не слышал, потому что со всех ног несся по коридорам комнате с криокапсулами. Процесс разморозки проводника занял долгих пять минут. Времени на обследование его состояния у меня не было. «Да я и не знал, честно говоря, как это обследование проводить. Надо отдать должное сотруднику безопасности корпорации». «Прибыли?» — спросил он, еще даже не открыв глаза. «Да», — ответил я. «И комитет по встрече ждет только тебя. Уже прибыли ребята с хлопушками и готовы устроить нам праздник». Больше ничего не говоря, Дик сорвался с места и побежал в рубку. Удивительно, но, побывав на нашем корабле всего раз, он ни разу не сбился с пути, и мне не пришлось его подгонять. «Да я вам в десятый раз говорю», — влетая в помещение, услышал я слова компаньона. «Мы прибыли для переговоров с вашим руководством. Сейчас прибудет проводник, и мы все проясним». «У вас осталось 4 минуты 47 секунд на совершение прыжка», — спокойно ответил человеку собеседник. «По истечении времени мы откроем огонь». «Место!» — коротко рявкнул Дик, и мой напарник невероятным прыжком покинул свое кресло, куда мгновением позже приземлился проводник. Человек начал с огромной скоростью вводить коды невероятной длины. Его руки метались над устройством ввода данных больше минуты. «Принято», — произнес собеседник Тавеля, командовавший соединением корпораций. «Извините за беспокойство. Счастливого пути». Связь отключилась, и я увидел на экране синхронный разворот чужих кораблей и удаляющиеся факелы их двигателей. Дик ввел координаты для посадки и освободил кресло пилота. «Сейчас нам повезло», — сказал безопасник. «Но впредь прошу вас быть более предусмотрительными и будить меня заранее». Тавель хмыкнул, а я в очередной раз восхитился выдержкой этого человека. Он нисколько не сомневался, что мы снова его заморозим, но отдавал рекомендации для нашей безопасности. «Мы учтем это, Дик», — прочистив горло, сказал я. «Спасибо за помощь. Всегда пожалуйста», — кивнул безопасник. «Ну что, пошли?» «Куда?» — не понял Тавель. Ему оба удивленно посмотрели на проводника в ожидании ответа. «В холодильник», — ответил Дик и сделал шаг к выходу. «Погоди», — произнес я и взглянул на компаньона, ища поддержки. Тавель слегка кивнул, и я продолжил. «Незачем лезть в этот ящик. Сколько нам лететь до места встречи?» «Около четырех часов», — ответил человек. «Встреча состоится в центральном офисе. Я ввел координаты точки встречи. Там будет ждать челнок, который доставит вас на поверхность планеты». «Тогда тем более не стоит», — сказал Тавель. «Частое использование криокапсул плохо влияет на здоровье. Присаживайтесь, Дик. Свободных мест хватает». Безопасник кивнул, то ли с благодарностью, то ли просто признавая факт, и занял одно из свободных кресел для экипажа. Обсуждать что-либо в присутствии постороннего было неразумно, и оставшееся время мы провели в тишине, занятые каждый своим делом. Я в основном рассматривал удивительные космические объекты на голоэкране. Возможности оборудования позволяли увидеть мельчайшие детали циклопических заводов и верфей. Мне сложно было представить количество разумных, которые необходимы для работы на подобных производствах, но, судя по активности транспорта вокруг, с рабочими проблему корпорации не было. В назначенной точке нас ждала изящная яхта, одинаково хорошо приспособленная для полетов как в космосе, так и в атмосфере. Тавель, рассматривая судно, только восхищенно цокал языком. «Хорошая яхта?» — спросил я, заглянув через его плечо. «Знаешь, Гирд», — мечтательно ответил напарник, — «я многое повидал в жизни, но подобный корабль смело можно отнести к тому, что я видел только на картинках. А уж прокатиться на подобном чуде и мечтать никогда не мог. Так что, мой синякожий друг, наслаждайся каждым моментом на борту и сможешь сказать своим внукам, что летал на борту Сокота-7000. Думаю, подобный рассказ и через сто лет вызовет восхищенные вздохи». Стыковка прошла без происшествий. По пути к шлюзу я приказал Шинока перейти в режим обороны и до нашего возвращения никого на борт не пускать. На борту яхты нас встретила улыбчивая человеческая девушка в форме корпорации «Интронидис». «Добро пожаловать на борт Лучезарной», — произнесла она. «Меня зовут Марий. Если вам что-либо потребуется во время полета, то можете сразу обращаться ко мне». «Спасибо», — вежливо ответил Тавль. Я улыбнулся девушке и кивнул. А Дик просто прошел мимо. Для него, видимо, не было необходимости приветствовать коллегу. Сотрудница провела нас в красивую каюту, заполненную мебелью и странными безделушками. Сразу стало понятно, что яхта предназначена для отдыха и развлечений. Многие предметы не были закреплены, и в случае резкого маневра или внезапной атаки могли представлять серьезную угрозу для здоровья пассажиров. Мы расселись в удобные глубокие кресла и с интересом рассматривали все вокруг. В ожидании старта прошло около десяти минут, и я уже начал думать, что случилось что-то непредвиденное. Хотел задать вопрос Тавлю и даже открыл рот, но напарник показал на небольшой круглый галоэкран, расположенный на стене между нашими креслами. Я перевел взгляд с компаньона на голограмму и закрыл рот. Оказалось, что мы уже давно летим, и в данный момент яхта лавирует между металлических конструкций, охватывающих всю планету, и стремительно приближается к поверхности. Я восхищенно покачал головой. С подобной плавностью хода мне встречаться еще никогда не доводилось. Тавль кивнул и показал мне большой палец. По всему выходило, что ему тоже очень нравилось происходящее. Чего, кстати, нельзя было сказать про Дика. Лицо безопасника постепенно бледнело и становилось все более напряженным. Я оттолкнул ногой напарника и кивнул в сторону Дика. Тавль пару мгновений рассматривал человека, а потом спросил. «С вами все в порядке?» «Не обращайте внимания», — немного скованно улыбнулся в ответ тот. «На меня плохо влияют системы, компенсирующие гравитацию. Личные особенности организма». «Понятно», — кивнул мой компаньон, и салон снова погрузился в тишину. Я посмотрел на голоэкран и увидел быстро приближающуюся поверхность планеты. За бортом показалось что-то зеленое, скорость резко упала, и яхта пошла на посадку. На взлетной площадке нас ожидала группа вооруженных бойцов в тяжелой пехотной броне. От вида подобного комитета по встрече мне стало несколько неуютно, но Тавль подтолкнул меня в спину, и пришлось идти вперед. Пехотинцы выстроились вокруг нас и замерли. Вперед вышел один из них и механически произнес. «Добро пожаловать на Дуат-1! Следуйте за мной!» Так, в сопровождении то ли почетного караула, то ли усиленного конвоя, мы двинулись в направлении небольшой группы зданий, частично скрытой от нас большими зелеными растениями. «Что это?» — тихо спросил я у напарника, кивая на растения. «Где?» — не понял Тавль. «Ну вот это!» — показал я. «Большое и зеленое». Тавль смирил меня взглядом, но все же ответил. «Это мой дикий друг. Деревья. И мне очень странно слышать от тебя подобный вопрос». Я пожал плечами и больше ничего не спрашивал. Деревьев вокруг главного офиса «Интронидис» было невероятно много. Помимо них встречались еще пышные кусты, и вся земля была покрыта густой зеленой порослью. Что это такое, я спрашивать не стал, хотя мне и было жутко интересно. Конвой эскорт проводил нас до здания, украшенного фигурами разных животных, и передал невысокому Шонгу в строгом костюме. «Добрый день, господа!» — произнес Шонг и изобразил дежурную улыбку. «Меня зовут Шорп. Я буду вашим гидом и проводником. Если у вас возникнут вопросы по дороге, то можете не стесняться и спрашивать. По мере сил попытаюсь удовлетворить ваше любопытство». Какое-то время меня уже волновал один важный вопрос, и я решил воспользоваться предложением гида. «У меня есть вопрос, уважаемый Шорп», — произнес я. Шонг, уже сделавший шаг в сторону лестницы, ведущий внутрь здания, остановился и обернулся ко мне. «Что вас интересует?» «Когда будут кормить?» — выпалил я. Дик удивленно уставился на меня, а Тавль только покачал головой. «И почему я в этом даже не сомневался?» — тихо пробормотал он. «Что предпочитаете?» — спокойно спросил Шорп. На лице Шонга не было ни тени недовольства или удивления. Видимо, по долгу службы ему приходилось сталкиваться и с более странными вопросами. «Стандартный космический рацион», — быстро сказал я. «Один или...» — спросил Шорп, но я понял, о чем он. «Семь», — произнес я и услышал удивленный свист Дика. «Еду принесут в зал для переговоров к нашему приходу», — сказал Шонг, делая пометку в своем планшете. После этого он посмотрел на нас и уточнил. «Еще вопросы?» «Пока больше нет», — ответил за всех Тавль. «Что ж, хорошо. Тогда прошу за мной. Господин Юрген уже ожидает вас». Последняя фраза Шонга заставила моего напарника споткнуться. Тавль немного побледнел, но быстро пришел в себя, и мы отправились в путешествие по резиденции корпорации Интронидис. В здании мне не понравилось. За время жизни в обществе двуногих я успел побывать в разных постройках, но здесь мне было неуютно. Возможно, дело было в высоких потолках и обилии непонятных предметов в самых неожиданных местах. А может, меня беспокоили колючие взгляды местных обитателей. В коридорах, по которым мы шты, было много разумных, в одинаковой серой униформе они стояли у дверей или сидели в неприметных уголках. Но они изменно провожали нас пристальными взглядами, от которых хотелось взяться за рукоять излучателя. По пути Шорп рассказывал о некоторых предметах, сыпал датами и именами, но меня это, в отличие от Таваля, особо не заинтересовало. Напарник внимательно слушал гида и иногда задавал вопросы. В одном месте мы задержались особенно долго. Человек ничего не спрашивал, просто стоял и смотрел на большой фиолетовый куб. «Что это?» — спросил я у Шонга. Но мне неожиданно ответил мой компаньон. «Куб Стратоса», — сказал человек. «Одна из девяти святынь Струмы. Я думал, что они все уничтожены. Этот артефакт был выкуплен корпорацией Интронидис у одного из глав коалиции», — сказал Шорп. «Это произошло после тех печальных событий». Господин Юрген планировал вернуть куб на Струмы, но, к сожалению, возвращать святыню оказалось некому. «А выжившие не в счет?» — спросил Таваль. «Разрозненные группы беженцев, по мнению корпорации, не смогут сберечь артефакт изначальных, поэтому было принято решение оставить его в центральном офисе». «Понятно», — ответил мой компаньон, и его лицо превратилось в неподвижную маску. Я не знал, как поддержать друга, поэтому сжал его плечо и потянул прочь от святыни его народа. Таваль некоторое время шел за мной по инерции, но потом взял себя в руки. Шорп привел нас к большой деревянной двери и, открыв ее, произнес. «Господин Юрген прибудет через несколько минут. Располагайтесь, господа». Дверь закрылась за спиной Тавали. Дик, как и Шорп, остался снаружи. В небольшом кабинете было немного сумрачно после просторных коридоров резиденции, но глаза быстро привыкли, и я смог нормально осмотреться. Мебели в помещении было немного, но вся она была очень массивной и надежной. Большой письменный стол занимал почти половину кабинета. На нем в идеальном порядке лежали несколько стопок документов и странный прибор, похожий на голоэкран, но с твердой рамкой. Кроме стола было еще три больших кресла, в каждом из которых при желании мы с напарником могли поместиться вдвоем. Два кресла стояли рядом, а третья, принадлежавшая хозяину кабинета, стояла с другой стороны стола. На небольшой подставке возле одного из кресел я, к своей радости, обнаружил десяток распакованных рационов, лежавших в виде небольшой пирамиды. Взяв верхний, я сразу откусил треть и принялся оживать. Таваль привычно скривился и отвернулся. — Все бы тебе сжрать! — негромко сказал он. — Ты же знаешь, что я сильно нервничаю, когда голодный! — ответил я. — Самое время для перекуса! — с сарказмом сказал напарник. — Вот и я о том же! — кивнул я, а человек только покачал в ответ головой. Щелкнул замок, и в кабинет вошел человек средних лет в простом сером костюме. — Добрый день, господа! — сказал он. — Извините за небольшую задержку. Рад, что вы приняли мое предложение. — А мы-то как рады! — едва слышно буркнул Таваль, вставая, а потом широко улыбнулся и произнес. — Рады личному знакомству со столь известной персоной, господин Интронидис! — Ну что вы, господин Локтрингер! — ответил Юрген. — Все мы в чем-то известные персоны. Ваш подвиг во время защиты струмы вошел в учебники по военной истории. После слов главы корпорации мой компаньон заметно помрачнел. Причин недооценивать информированность собеседника у нас и так не было, но хозяин кабинета счел необходимым продемонстрировать свои знания. Вслед за Тавалем я тоже встал и протянул руку для приветствия. — Вас я особенно рад видеть у себя в гостях, господин... Юрген сделал небольшую паузу и вопросительно выгнал бровь. — Гирд! — подсказал я, принимая правила игры. — Гирд, да, конечно! — улыбнулся Интронидис, пожимая мою ладонь. Рука хозяина корпорации оказалась холодной и гладкой, впечатление от прикосновения осталось неприятным, как будто потрогал что-то неживое. — Совсем запамятовал. В последнее время слишком много информации валится на мою старую голову. Как добрались? — Неплохо, — ответил мой напарник. — Правда, могло быть и лучше. У нас случился небольшой конфликт с силами Империи во время раздумий над вашим предложением, поэтому выяснить все детали заранее нам не удалось. — Да, я в курсе этой ситуации, — печально кивнул Юрген. К сожалению, представители Империи часто решают вопросы с позиции силы и не желают идти на компромисс. — В чем суть сделки, господин Юрген? — спросил я. — Ваши представители сказали о каких-то исследованиях, но больше мы ничего узнать не успели. Глава третья. Хозяин кабинета обошел стол и уселся в свое кресло, сложив руки на животе. — Тема исследований довольно специфична, — медленно произнес он. — И касается только вас, господин Герт. — Юрген протянул руку к столу, нажал на одну из кнопок на маленьком пульте и произнес — Шорп, зайди! Дверь мгновенно открылась и в кабинет вошел давешний гид, а глава корпорации произнес, уже обращаясь к нам. — Не сочтите это неуважением, но обсуждать детали сделки я могу только с непосредственным ее участником. Мой помощник проводит господина Лок Трингера в помещение, где тот сможет отдохнуть и восполнить потраченные за время перелета сил. Тавль глубоко вздохнул и взялся за подлокотники, собираясь встать, но я удержал его, взяв за плечо. — Нет! — твердо произнес я. — В смысле? — удивился хозяин компании. И даже на вечно невозмутимом лице Шорпа мелькнула тень удивления. Перечить господину Юргену в его личном кабинете не решался никто и никогда. — В смысле, мой компаньон сейчас никуда не пойдет, — сказал я. Более того, на все время нашего сотрудничества я хочу, чтобы Тавль-Локт-Трингер оставался в моей зоне видимости. Это обязательное условие с моей стороны, и без его выполнения сделки не будет. Интронидис внимательно смотрел на меня и о чем-то размышлял. Наконец, он принял решение, поставил локти на стол и сказал, — Вы же понимаете, уважаемый Гирд, что сделка состоится в любом случае? — Конечно, господин Юрген, — открыто улыбнулся я, — но и вы меня поймите. Я не так много знаю об окружающем мире, и капитан Тавль часто выручает меня в трудных ситуациях. Если вы пойдете мне навстречу, то я гарантирую вам свою лояльность и добровольное сотрудничество. Думаю, это уже немало, учитывая, какие исследования вы собираетесь провести. Человек задумался и начал барабанить пальцами по столу. Плечо напарника, на котором все еще от решения главы корпорации сейчас зависело очень многое. — Что ж, — улыбнулся Юрген, — я готов сделать вам это одолжение. Тем более, что полковник Лок Трингер после этих слов Тавль вздрогнул. Скорее всего, уже в курсе некоторых подробностей, касающихся предмета нашего соглашения. Если больше с вашей стороны требований нет, то предлагаю перейти к делу. — Корабль, — произнес мой напарник. — Что вы имеете в виду, господин Лок Трингер? — переспросил Юрген. — И еще одно требование с нашей стороны. Наше судно нуждается в полноценном ремонте и доукомплектации. Список оборудования я предоставлю по первому запросу. Думаю, у вашей компании нет проблем с запчастями для космических кораблей. — Ценю вашу хватку, господин Лок Трингер, — улыбнулся в ответ Юрген. — Понятно, почему господин Гир так вами дорожит. У меня есть встречное предложение. Я готов предоставить вам полностью укомплектованный крейсер шестого поколения в обмен на ваш сухогруз. Устраивает? — Нет, — хором ответили мы. — Редкостное единодушие, — усмехнулся хозяин кабинета. — Тогда сразу скажу, что можете рассчитывать только на базовое оборудование не выше четвертого поколения. Большего предложить, увы, не могу. Возможности корпорации не бесконечны, и в ближайшее время нам понадобятся все доступные ресурсы. — Устраивает, кивнул Таволь. — Только то, что предусмотрено базовой комплектацией нашего судна и не выше четвертого поколения. — О-хо-о-о! — рассмеялся господин Юргин и погрозил Таволю пальцем. — А вы пройду, Охолок, Трингер? Мои техники установят только то, что возможно на стандартном крейсере и не более, резко сменив тон, твердо добавил хозяин корпорации. — Похоже нашелся настоящий владелец Шинока. — Идет, — спокойно ответил мой компаньон. — В любом случае он добился большего, чем я. К своему неудовольствию я даже не подумал о ремонте нашей базы. А ведь мы ставили это одной из первоочередных задач. — Тогда приступим. — Шорп, ты свободен, — сказал Интронидис и откинулся на спинку кресла. Шонг исчез так же быстро, как появился, и человек продолжил. — На первоначальном этапе нам необходимо получить максимум информации о вашем организме, господин Герт. На нижних уровнях этого здания есть все необходимое для исследований, и мы сможем приступить немедленно. Шорп проводит вас, представит сотрудникам и покажет ваши апартаменты на период вашего пребывания у нас в гостях. В следующий раз мы увидимся с вами после завершения первого этапа. К этому времени у нас будет понимание целесообразности дальнейших действий. Дверь снова открылась, и вернулся помощник главы корпорации. Сам Юрген встал и подошел к нам. — Рад был познакомиться, господа, — сказал хозяин кабинета по очереди, пожимая нам руки, — надеясь на плодотворное сотрудничество и совместный успех. — До свидания, — сказал я, а Таваль только кивнул. Мы вслед за шорпом покинули кабинет и отправились к ближайшему лифту. Искусно спрятанные створки было сложно отличить от стены. Ехали мы довольно долго, из чего я сделал вывод, что на поверхности планеты находится лишь малая часть центрального офиса корпорации. На нужном этаже нас встретили унылые серые стены и яркое искусственное освещение. Гид проводил нас к одной из десятка одинаковых дверей и, приложив карточку к замку, пригласил нас войти. — Здесь вам предстоит жить в период пребывания в нашем офисе, — произнес Шонг. — Питание трижды в день или по запросу. Располагайтесь. Через час придет глава исследовательской группы и расскажет о вашем расписании. — Спасибо, — сказал Таваль, но шорп уже ушел. Щелкнула дверь, и индикатор замка сменил цвет зеленого на красный. Напарник мыкнул и негромко произнес. — Доверяй, но проверяй, значит. Не удивлен. Я, занятый осмотром, не обратил на слова компаньона внимания. В том, что свободно передвигаться мы не сможем, я даже не сомневался. Наше временное жилище впечатляло. Я уже привык к тесным каютам, поэтому несколько больших комнат сильно меня удивили. Зачем столько места для двух разумных? К тому же заполненных таким количеством мебели. — Как думаешь, — спросил я у Таваля, — сколько здесь обычно живет народа? — Нисколько, — хмуро ответил человек. — Эти помещения специально для нас подготовили, мой любопытный друг. — Вернее, для тебя, так как я сюда попасть был не должен. Кстати, спасибо, что все же поднял эту тему на переговорах. Да не за что улыбнулся я. Куда же я без всезнающего полковника Локтрингера? Тавль быстро приблизился и навис надо мной. Я почувствовал запах гормонов и бушующую ярость в эмоциях компаньона. — Никогда, — прошепел человек, — слышишь, Шонг, никогда не называй меня так. Полковник Локтрингер умер. Сдох на орбите Струме. Вместе со своими подчиненными. Нет его больше. Я напрягся в ожидании удара, но его не последовало. Тавль резко выдохнул и ушел, скрывшись за одной из дверей. Вскоре оттуда послышался шум льющейся воды. Я передернулся, представив, что напарник добровольно занимается подобными вещами, и достал из кармана прихваченную из кабинета господина Юргена плитку рациона. — А еще меня безумцем называет, — пробурчал ясно битым ртом. — Сам не лучше. Доедая паек, я вдруг задумался о своем состоянии во время переговоров. Вспышка ярости напарника была очень яркой, почти осязаемой. Во время беседы с главой корпорации оба человека тоже должны были испытывать эмоции, но тогда я их почему-то не почувствовал, хотя некоторые отчетливо видел в движениях и мимике. — Сбой моего организма или что-то другое? Может, у корпорации есть средства защиты от подобных способностей? Данный вопрос, к сожалению, так и остался без ответа. Вскоре пришел улыбчивый пожилой человек в белом костюме странного покроя. К этому моменту напарник уже вернулся и занял одно из свободных кресел. — Я очень рад, что вы согласились принять участие в моих исследованиях, господа, — тараторил человек. — Меня зовут профессор Коул. Можно просто профессор или Ганс. Кому как удобно. Нас ждет много увлекательных экспериментов. И я с нетерпением жду начала исследований. Надо сказать, что эмоции Коула соответствовали его словам на сто процентов. Вспышки радости и нетерпения следовали одна за другой. — Фанатик. — Тихо буркнул Тавль. Но значения этого слова я не знал. — Что от меня требуется, профессор Коул? — спросил я. — О, я так рад, что вы задали этот вопрос! — всплеснул руками человек. — Первоначально нам нужно провести анализ всех жидкостей и тканей вашего организма. Затем мы проведем несколько экспериментов с разными видами излучения. Затем... — Погодите, Ганс! — поднял руку я, внезапно поняв, что уже устал от этого деятельного старика. — Просто скажите, куда идти и что делать. Я готов начать прямо сейчас. — Как это прекрасно, юноша! — воскликнул Ганс. — Идемте скорее в лабораторию и приступим. Через несколько часов я уже проклял свое решение совершить сделку. Меня кололи иглами в самые неожиданные места, отковыривали куски кожи, срезали волосы, царапали зубы. К вечеру я был настолько измучен, что едва добрел до нашего временного жилья. Сопровождавший меня профессор всю дорогу причитал, что очень огорчен тем фактом, что за сегодняшний день успели так мало. Я завыл бы от радости, когда за моей спиной, отсекая болтливого старика, закрылась дверь, но сил хватило только на то, чтобы доползти до дивана. — Что значит фанатик, Таваль? — неразборчиво спросил я, уткнувшись лицом в подушку. — Это значит, мой любознательный друг, что разумный настолько увлечен своей работой, что может достать ей кого угодно. Остаток фразы я не услышал, потому что банально уснул. Следующие два дня превратились в настоящий кошмар. Я побывал в невероятном количестве оборудования. Куда-то я залезал сам, куда-то меня затаскивали на специальных носилках. Когда очередь дошла до изучения возможностей моего тела, то меня привели в огромную пещеру, где располагались различные снаряды. Ненавистный голос профессора давал команды, и мне приходилось их беспрекословно выполнять. Если ужасного старика не устраивали результаты, то мне все приходилось делать заново. Мое терпение лопнуло, когда Коул приказал мне лезть в бассейн с водой и пройти по его дну. — Да вы издеваетесь! — заорал я в потолок, потому что не знал, где стоят камеры. — Я не полезу в эту жижу! — Это очень важный эксперимент, Гирд! — зачастил профессор. — Его обязательно нужно пройти, иначе у нас будут неточные данные, а этого допустить никак нельзя! — Да мне плевать на ваши данные! — взорвался я. — Давайте следующее испытание! Вместо ответа под потолком вспыхнул свет, и все объекты вокруг пришли в движение. Препятствия уходили в пол, стены начали сдвигаться. Через пять минут я стоял в узком коридоре. Впереди был бассейн с водой, позади глухая стена. — Это очень важный эксперимент, Гирд! — повторил человек. — Я рассчитываю на твое понимание! После его слов стена за моей спиной начала приближаться. — Вырубите эту хургову хреновину! — заорал я и уперся руками в стену. — Отлично! — пробормотал безумный старик. — Заодно выясним экстремальное значение силы. Бороться со стеной было бессмысленно, на мои усилия она никак не реагировала. Я отскочил к самой кромке воды и затравленно огляделся по сторонам. Бежать было некуда. Будь я в основной форме, то легко забрался бы на стену, она была высотой всего метра четыре, но в теле Шонга это было практически невозможно. Практически! Я рыкнул и сосредоточился. Ногти на руках кольнуло болью. Мышцы ног свело коротким спазмом. Я присел и с места прыгнул вверх почти на два метра, гоняя когти прямо в поверхность стены. Рывок, и я оказался на каменном гребне. Обратная трансформа прошла без проблем, оставив после себя два чувства. Голода и совершенные ошибки. Потрясающе! Протянул кол. Давай еще раз. Ник, моделируй схожие условия в других плоскостях. Работаем, работаем! Остаток дня я скакал по стенам и бегал по потолку. В какой-то момент я все же ошибся и полетел вниз. Отвратительная жидкость приняла меня в свои жадные объятия. Было ужасно холодно и противно. Я начал биться, пытаясь выбраться на поверхность, но совершенно потерял направление. Мой полный ужасовопль превратился в цепочку пузырей. Сознание начало гаснуть. Как меня вытаскивали из бассейна, я не помню. В сознание я пришел уже в коридоре. Я висел на плечах работников исследовательского центра, а передо мной метался профессор Коул. «Это удивительно!» Бромотал этот псих. «Это просто невероятно!» «Вы меня поразили в самое сердце, юноша!» Я боролся с дурманящим сознанием, чувством голода и отчаянным желанием убить своего мучителя и всех его подручных. «Страшно даже представить, на что способен этот человек и что было бы, попади я в его руки в качестве пленника». «И да», — прохрепел я. «Конечно, конечно!» Тут же закивал Коул. «Молодой и здоровый организм, тем более после таких нагрузок, требует пищи. Скоро вас доставят в ваши апартаменты. Осталось провести еще пару экспериментов, и мы закончили. На сегодня». Я рванулся вперед и схватил человека за отвороты халата. «Трансформа глаз произошла сама собой, и я увидел притягательный свет вокруг тела профессора». «Сейчас!» — прорычал я. «Хорошо, Герт!» — быстро сказал Коул. «Пожалуй, на сегодня закончим. Хоть и выбьемся из графика, но ничего не поделаешь». Совещание лидеров галактических корпораций в этот раз проходило спокойно. Процесс был запущен, и теперь обратного пути не было. Недовольные утихли и включились в общую работу. «Что удалось узнать, Юрген?» — спросил Томаш. «Много всего», — ответил глава Интронидис. «Не думаю, что тебя интересуют физические параметры нашего подопытного. Одно могу сказать. Профессор Коул в восторге». «Ты все еще держишь у себя этого психа?» — удивленно спросил андроид. «Да», — кивнул Юрген. «Но я не выпускаю его с территории исследовательского центра». Присутствующие сдержанно посмеялись, но по взглядам многих коллег Юрген видел, что его слов недостаточно. «Тело, испытуемого, невероятно устойчиво ко многим видам излучений», — начал перечислять человек. «Мы изучили ткани и жидкости его организма, но найти глобальное отличие от обычного шонга так и не смогли». «Воспроизводить пробовали?» — спросил Аркет. «Конечно», — кивнул Юрген. «В первый же день. И даже успели испытать материал в деле». «И что?» — не выдержав, спросил один из присутствующих. «Ничего», — ответил Юрген. Реллингут не отреагировал на копию, хотя мои биологи клялись в полной идентичности образцов. «Без самого Гертама в его запчасти ничего не стоит». «Жаль», — протянул Томаш. «Это было бы очень изящное решение проблемы. Ганс не отчаивается», — успокоил коллег человек. «Профессор ищет отличия с упорством бешеного Хурга, но нам нужно время». «Мы все понимаем, Юрген», — произнес Шиул. «Но и ты нас пойми. На карту поставлено очень многое, и мы хотим видеть конкретные результаты». «К тому же времени остается не так много», — подал голос Шонг. «Мне сообщили об активизации сил империи. Несколько подразделений снялись с места и ушли в неизвестном направлении. Хочу отметить, что на данный момент задействованы наиболее верные императору войска. По крайней мере, в составе этих подразделений нет ни одного моего информатора. «А такие разве еще остались?» — удивился Томаш. «Я думал, что твои соглядатые есть в каждой имперской заднице, Тиар». Шонг Альбинос развел руками, не став вступать в дискуссию со вздорным цилиндром. «Я на ситуацию тоже существенно повлиять не могу», — произнес Трок. «Задача братству поставлена, но серьезных результатов от них ждать не стоит. Жизнь имперцам пираты, конечно, осложнят, но на это требуется время. Ты уверен, что хватит сил отбиться, Юрген?» «Да», — кивнул человек. «Я приказал развернуть все произведенные за последнее время защитные комплексы. Со дня на день прибудут дополнительные эскадры из других систем. Плюс Шиу обещал помочь. Три эскадры будут у тебя завтра», — кивнул андроид. «Ребята хорошо упакованы и полностью проинструктированы». «Поэтому не вижу причин для паники, господа», — подводя итог, произнес глава Интронидис. «Думаю, что как минимум один полноценный образец уже в наших руках». «Хорошо, если так», — кивнул Тиар. «Мой путь начал давать побочные эффекты». «Боюсь, следующий цикл мне уже не пережить». «Значит, ты будешь вторым испытателем», — произнес Аркад. «Если у других нет возражений по этому поводу». «Кстати», — сказал Шиул, — «как дела у первого номера». «Стабилен», — ответил Юрген. «Все показатели выше нормы на 15%. Если бы не знал о его первоначальном состоянии, то никогда бы не подумал, что ему полторы сотни лет». «Юрген», — произнес Томаш, — «я считаю, что нужно провести полевые испытания и отправить твоего кандидата к Ролинготу. Время идет. Ситуация изменилась, и теперь у нас нет возможности изучать Гертама годами». «Поддерживаю», — кивнул Аркад. И с ним согласились остальные члены общества. «Я услышал вас, господа», — кивнул Юрген. «В ближайшее время мы проведем этот эксперимент, и я сообщу вам о результатах». «Только ради всего святого передайте все по голосвязи», — взмолился Томаш. «Не ной, банка», — усмехнулся Шиул. «Сейчас не время говорить о своих неудобствах. Общая безопасность важнее твоих жалоб. Если мы пошли на прямой конфликт с Империей, то не стоит доверять ее средствам связи». «Поддерживаю», — кивнул Юрген, и остальные присутствующие тоже согласились с доводами андроида. Юрген выпустил артефакт и вызвал своего помощника. «Шорп, утром приведи ко мне наших гостей и сообщи профессору Коулу о временном прекращении исследований. Пусть работает с тем, что есть». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова